Продолжение следует... Ребята, а вы были когда-нибудь в зоопарке? Давайте туда отправимся. Кто это? Верно, это птицы. В каждом зоопарке подписаны названия птиц. Клесты, безударный гласный Е, проверочное слово Клёст. Грачи, безударный гласный А, проверочное слово Грач. Грачи, дрозды, безударный гласный О, проверочное слово ДРОСТ. Молодцы, ребята. А вот у нас слова ВОРОНА, ВОРОБЕЙ, СОРОКА. Можем ли мы подобрать проверочные слова? Нет. Такие слова нужно запомнить. Такие слова можно проверить по орфографическому словарю, с которым мы с вами познакомились на прошлом уроке. А как, ребята, вы будете находить данные слова? Верно, по алфавиту. Обратимся к орфографическому словарю. Говорю ВОРОБЕЙ, опишу ВОРОБЕЙ, ВОРОНА, опишу ВОРОНА, СОРОКА, опишу СОРОКА. Давайте с вами посмотрим. Верно. В словах ВОРОНА, ВОРОБЕЙ, СОРОКА безударный гласный О. Ещё и называют буквосочетанием ОРОМ. Молодцы, ребята. Выполним упражнение на страничке 71, упражнение 17. Прочитай состав из частей пословицы. Напиши любую пословицу. Обозначь в словах ударение. Подчеркни выделенные буквосочетания. Можно ли проверить написание первой буквы О в выделенных буквосочетаниях? КОРОВА В ТЕПЛЕ, МОЛОКО НА СТОЛЕ. СОРОКА без причины не стрекочет. Пуганая ворона и куста боится. Давайте с вами запишем первую пословицу. КОРОВА В ТЕПЛЕ, МОЛОКО НА СТОЛЕ. Что обозначает данная пословица? Верно. В слове КОРОВА буква сочетания ОРО, безударный гласный О. Найдите в своем словарике слово КОРОВА. Молодцы. МОЛОКО. Безударный гласный 2О. Проверьте в словарике в слове МОЛОКО. Молоко – это ценный продукт. Из него изготовляют молочные продукты. Кефир, сметана, творог. Говорят, пейте, дети, молоко, будете здоровы. Сегодня мы справились с работой. Для того, чтобы закрепить изученное, выполнить самостоятельное на страничке 71, упражнение 18. Подводим итоги. Сегодня мы с вами учились подбирать проверочные слова и работать по орфографическому словарю. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуй, дорогой первоклассник. Тема нашего урока – сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида плюс 6. Сегодня мы познакомимся с приемом сложения однозначных чисел с переходом через десяток данного вида. Для начала вспомним состав шести. Итак, 6 – это 4 и 2. Верно. 6 – это 3 и 3. Верно. 6 – это 5 и 1. Верно. 6 – это 2 и 4. Молодец! Ты справился. На предыдущих уроках. На предыдущих уроках мы уже познакомились с числовыми выражениями с переходом через десяток плюс 2, плюс 2, плюс 3, плюс 4 и плюс 5. Давай вспомним. Найди в данных числовых выражениях ошибки. Исправ их. Давай проверим. 9 плюс 2 – это 11. Верно. А вот 8 плюс 4 – это 12. 6 плюс 5 – это 11. Верный ответ. А 8 плюс 5 – это 13. 9 плюс 3 – это 12. И 7 плюс 5 – это 12. Верный ответ. Молодец! Итак, посмотри на данные числовые выражения. Какое числовое выражение в сумме будет однозначное число? Верно. 7 плюс 2 равно 9. В каких числовых выражениях будет сумма двузначное число? Верно. 7 плюс 3 – это 10. 7 плюс 4 – это 11. 7 плюс 5 – это 12. С каким числовым выражением мы еще не познакомились? Верно. 7 прибавит 6. Сегодня мы с тобой рассмотрим, как решать такие равенства. Я буду работать со знакомой тебе табличкой и магнитами. А ты со своим счетным материалом. Приготовься. Итак, числовое выражение 7 плюс 6. Выложим на верхнем ряде 7 магнитов. Сколько магнитов не хватает до 10? Верно. 3. Выложим 3 магнита розовых. 1, 2, 3. Запишем наши действия. 7 прибавить 3 – получится 10. Ну, 6 – это 3 и 3. Поэтому в нижнем ряду мы выложим еще 3 магнита. Запишем наши действия. В 10 прибавить 3 – получится 13. Или в 7 прибавить 3, прибавить 3 – получится 13. То есть, в 7 прибавить 6 – получится 13. Хорошо. Выполним вычисление с равенством 8 плюс 6. Приготовим 8 магнитов в верхнем ряду. Итак, выложим 8 магнитов в верхнем ряду. Сколько магнитов не хватает до 10? Верно. 2. 1, 2. Запишем свои действия. К 8 прибавить 2 – получится 10. Верно. Ну, 6 – это 2 и 4. Поэтому в 10 прибавить еще 4 магнита, которые у нас мы выложили на нижний ряд. К 10 прибавить 4 – получится 14. Запишем. К 8 прибавить 2, прибавить 4 – получится 14. То есть, к 8 прибавить 6 – получится 14. Еще одно числовое выражение ждет нас. К 6 прибавить 6. Итак, выложим в верхнем ряду 6 синих магнитов. Сколько магнитов не хватает до 10? 4. Дополним. 1, 2, 3, 4. Запишем свои действия. К 6 прибавить 4 – получится 10. Но мы с тобой знаем, что 6 – это 4 и 2. Поэтому выложим свои 2 магнита в нижний ряд. Запишем их действия. К 10 прибавить 2 – получится 12. Или к 6 прибавить 4, прибавить 2 – получится 12. То есть, к 6 прибавить 6 – получится 12. Я думаю, тебе все понятно. Открой учебник на страничке 69. Объясни, как к числу 9 прибавили 6. В верхнем ряду выложили 9 квадратиков. Сколько квадратиков не хватает до 10? 1. 1 – красный. Но 6 – это 1 и 5. Поэтому в нижнем ряду еще выложили 5 красных квадратиков. То есть, можно записать 9 прибавить 1 и прибавить 5 – получится 15. Найди данные числовые выражения в себе в учебнике. Запиши их в тетрадь и запомни. Прочитай. Давай попробуем вместе. Первое слагаемое 9, второе – 6. Сумма 15. Сумма чисел 8 и 6 равняется 14. 7 увеличить на 6 – получится 13. 6 и 6 – 12. Как изменяется первое слагаемое? Верно. Оно уменьшается на 1. А как изменяется сумма? Верно. Она тоже уменьшается на 1. Запомни данные числовые выражения. Решим задачу номер 2. Прочитаем. В саду 8 яблонь, а груш на 2 больше. Сколько всего яблонь и груш в саду? Давай прочитаем еще раз условие. В саду 8 яблонь, а груш на 2 больше. В какой группе слов мы отнесем груши и яблони? Верно. Это плодовые деревья. О чем идет речь? О яблонях и грушах. Давай еще раз прочитаем вопрос. Сколько всего яблонь и груш в саду? Запишем условие. Итак, в саду 8 яблонь, а груш на 2 больше. Что значит на 2 больше? Это столько же и еще 2. Мы можем сразу ответить на вопрос задачи? Нет. Почему? Потому что мы не знаем, сколько груш. Для этого нам нужно решить и узнать, сколько груш растет в саду. Какое действие мы должны выполнить? Верно. Действие сложения. Поэтому первое действие мы запишем. 8 прибавить 2, получится 10. 10 деревьев или груш. Теперь мы можем ответить на главный вопрос задачи. Верно. Мы уже знаем, сколько груш. Поэтому второе действие. 8 прибавить 10, получится 18 деревьев. Ответ. 18 деревьев растет в саду. Эта задача составная. Итак, для того, чтобы закрепить изученное, выполнено странички 69, номер 1 и номер 3. Сегодня на уроке мы познакомились с приемом сложения однозначных чисел с переходом через десяток, вида плюс 6. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!